Всем привет! Сегодня у нас будет очередной ролик на тему повышения производительности в вашем компьютере. Я знаю, как актуальна эта тема для вас, она вам не безразлична, потому что многие имеют все еще старое ПК. А поиграть в такие современные игры, как, к примеру, Cyberpunk, очень хочется. Но ситуация такова, что старые компьютеры тянут плохо и, скорее всего, имеются какие-то лаги, подвисания. Так вот, есть способ, который может высвободить огромное количество ресурсов вашего компьютера. Способ этот на самом деле достаточно простой и банальный, и кроется он в компонентах операционной системы Windows. Да и вообще, отключив данные компоненты, о которых я сейчас расскажу, ваш компьютер станет работать лучше. Будут устранены некоторые подвисания при работе ПК, а также некоторые микрофрезы. Значит, это актуально для операционной системы Windows 7, Windows 10, Windows 8 и так далее. В общем, для всех версий операционной системы Windows. Ну и давайте я не буду сильно затягивать, давайте уже перейдем, я покажу и расскажу, что это за компоненты, как его отключить. Если в операционную систему Windows перейти в диспетчер устройств, затем открыть системное устройство, здесь мы с вами можем найти высокоточный таймер событий. Что же это такое высокоточный таймер событий и для чего он нужен? High Precision Event Timer предназначен для того, чтобы постоянно отсчитывать время. Время для выполнения каких-либо скриптов. То есть он позволяет программам быстро помещать действия в очередь, планировщики процессора, которые через какое-то время будут обработаны. Это значит, что этот постоянный отчет будет тормозить вашу систему, так как для него требуются определенные ресурсы компьютера. И если у вас слабый компьютер, то ему будет тяжело выполнять эти функции, плюс еще и тянуть вашу игру. В свою очередь, почему мы отключаем HP? Отключение HP позволяет осуществлять неограниченный ввод-вывод и приводит к очень сырому и чрезвычайно отзывчивому соединению между вами и вашей машиной. Это также удаляет микрозависание и подвисание экрана, что нам в принципе и необходимо. Отключение этой функции влияет на компьютеры по-разному. То есть у всех пользователей все влияло по-разному. У кого-то FPS увеличилось чуть ли не на 70%, там с 30 до 100, у кого-то увеличилось оно на 2 FPS, у кого-то вовсе появились какие-либо проблемы. А проблемы именно с работой некоторых программ, вероятно, которые как раз использовали этот высокоточный таймер. Но это я тоже не посчитал проблемой, потому что в принципе этот таймер можно отключать во время игры и включать заново после завершения вашего игрового процесса. Итак, MSI AutoBurner у меня включен тоже не случайно. Сейчас мы будем проверять FPS до отключения функции и после. Будем проверять на игре Cyberpunk. Cyberpunk запущен. Давайте посмотрим, сколько сейчас у нас FPS. 26 в статическом режиме. Если будем перемещаться. Ну, в общем, 25-26. Просадка до 20. Ну, в общем, сейчас в том же режиме проверим и после отключения данной функции. Ну, а теперь давайте я покажу, как это делается. Для Windows 7 и 10, а также для восьмерки, все делается одинаково. В поиске находим диспетчеры устройств. В моем случае поиск на панели задач Windows 10, Windows 7, она в пуске находится. Нажимаем диспетчер устройств. В диспетчере устройств находим системное устройство. Находим высокоточный таймер событий. Жмем правой кнопкой мыши. Свойства. Драйвер. И отключить устройство. Нажимаем. Да. И окей. После чего, возможно, потребуется перезагрузка компа. Я бы даже советовал это сделать. Для тех, кто любит авторов роликов винить в поломке своего ПК, рекомендую вам сделать точку восстановления перед этими действиями. Обязательно. Затем, чтобы не писать в комментариях всякие гадости, что ты мне сломал компьютер и так далее. При создании точки восстановления никакие проблемы вас не ожидают. Вы всегда сможете восстановить свой ПК. Также я должен показать вам иные способы отключения данного таймера. Во-первых, это можно сделать еще и через консоль. То есть есть вот такие вот команды, которые приводят к отключению данной функции и включению. Скопировать эти команды вы сможете в описании и ввести в свою командную строку. Делается все то же самое. Все просто. В поиске пишем KMD. Нажимаем правой кнопкой мыши. Семерка или десятка, это не важно. Запуск от имени администратора. И вводим сюда те команды, которые я вам предложил. Еще раз говорю, по ссылочке в описании вы их легко скопируете. Также имеется вариант отключения данной функции через BIOS. Она называться может у всех по-разному в зависимости от версии BIOS и типа. Ну, примерно выглядит это так. Либо это будет даже не аббревиатура, а полное название. То есть High Precision Event Timer. Выключаете его и готово. Если вы здесь находите HPD MOD, то есть 64 бита или 32. Вам просто необходимо знать, на какой разрядности построена ваша операционная система. 32 бита или 64. Соответственно, включаете этот MOD. Итак, перезагрузил ПК. Проверяем, отключена ли функция. Да, она отключена. Ну и заходим в наш Киберпанк. Посмотрим, что изменилось в моем случае. Ну и так, результат. Он также для меня является сюрпризом, как и для вас. Потому что в Киберпанке я еще этого не пробовал. Ну и сама по себе игра тяжелая. И если у вас очень старый ПК, здесь не поможет вообще ничего. Это имейте в виду. У меня плюс 1 фпс, ребят. Как не смешно это звучит, но 1 фпс плюс. Если покрутиться, повертеться. В принципе, ну да. Плюс 1 фпс. Но они стабильнее. Вот это тоже важно. Если побегать и попрыгать здесь, то мы можем видеть, что таких просадок нет. Это тоже, кстати, дает эта функция. То есть она сейчас отсчет не производит, и вы как бы играете стабильно. То есть стабильно фпс держится. Вот в чем соль еще. Ну, по итогу, самое главное, что мы с вами получим, это стабильность. То есть стабильность в фпс прыгать не должно. Или прыгать не сильно и не так часто. Для меня это, например, самое главное. Конечно же, огромного прироста именно в моем случае я не получил. Но это тоже может быть из-за тяжелой игры. Допустим, в контре у меня фпс стал значительно больше. Я на это обратил внимание. Ну и просадок у меня и так не было, поэтому там сравнивать я не мог. На вопрос, зачем мне это делать, и лучше выкинуть в компьютер и купить новый, тут всегда ответ простой. Не у каждого есть возможность выкинуть в компьютер и купить новый. Это раз. Ну и разумеется, во-вторых, на современных мощных машинах это делать, конечно же, не имеет никакого смысла. Это просто филькина грамота, если можно так сказать. Ну и на этом все. Всего вам хорошего. Пока.